Эхе, ну что же, здорово, сегодня будем играть с тобой в Мэн, в Мэддан. Смотрим, что тут, политика, да, политика. Тут, короче, что-то я нажал, мне такие, типа, тебе хана, сволочь. Так. Ну, в принципе, видно, да, там еле-еле. Всё круто. Играть мы здесь с друзьями, одиночная коллекция, так, настройки, зайдём потом. И что-то. Управление, яркость, звук, язык. Общая громкость поставим на 60. Эхе, 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 ну, блин, ну. Чёрт, ну, блин. Так вот, 65. А субтитры, нахер. Так, текст русский, всё. Русский назад сохраняем. Графика. Ох. Ультра. Не будет пользоваться Sky. Полный экран. Так, полный экран. Ветеринговая сигнализация включаем. Сглаживание ультра, там, вкл, ультра, ультра, ультра. HDR. У меня нет такой поддержки, поэтому... Зачем? В 30 кадров нет, зачем мне такая хрень? Так, всё. Назад. Да. Сохраняем. Специальные возможности. Держите кнопку вместо частого нажатия. Отключить таймер в QTE. Фон для субтитров. Цвет субтитров. Боковая панель. Так. Пусть, пусть будет. Пускай будет. Так. Я думаю, что он-то подтормажит. Потому что разрешение это... Охуеть какое огромное просто. Так, особо возможностей... Особо возможностей. Это за предзаказ... Чё-то мне... Ага. Здесь изображение дурачка. Ну, тут... Нихера. Ладно. И теперь... И теперь... Коллекция. Чё за коллекция? Коллекция. Понятно? Много всякого говна там будет. Одиночная игра. Новая история. Новая ячейка. Каноническая версия. И... Пройти историю выбора в другой путь. Открывается постпрохождение... Каноническая... Окей, хорошо. Другой путь это как. Ай- Loинность... Трицакция. Трицакция. Нова проблема. Нова. Трицакция. Рэй- Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok какой вопрос ты хочешь задать костям так какой чтобы выбрать так я про сына своего хочу спросить он у него все хорошо будет как у него сложится жизнь так дракон бамбук я не скажу тебе что ты видишь так нажать ее держи чтобы брать предмет селедка на рыбу похоже взял повернул круто твоя судьба может прийти к тебе что-то там она как таинственный ветер ну такой ветер всегда несет за собой смерть и страдания смерть смерть это как что это значит это как понимать какого черта а отойди дай мне попробовать надо все а силенок хватит и не дополнял москвасти своего друга драки а то дай четвертак тогда открою счет ты жму сейчас попробую так хаба 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 здоровый уровень да хаба 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 третий уровень да а а в в в в 4 уровень да б б на 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 а блять да как так спасибо что все хорошего таблики раз по уху получил чак нам на корабль пора а то окажемся за бортом погоди хочу еще один вопрос а слушай нам правда пора в трюм номер два так и уже там череп какой то бля что опасно а тут еще лучше видно типа это предыстория завязка к тому что будет происходить из-за чего весь суша с ужас начнется почему нет с китая груз что-то китайцы разработали снова да уж ах эти скидрюги то вечно что-то придумывают что-то где мои 50 центов 50 центов какие 50 центов верни деньги отвали Вот мое медицинское заключение. Эти парни надрались по черному, потому и бузят. Этого можно тащить сразу в лаварет. Второго в Малаките в Канцер. Пусть там посидит. Ты, типа, военный доктор. Типа, че за хуйня? Протекает. У вас корабль, блядь, тонет. Ооооо. Ни хуя, вот этот звук у меня в ушах, прям вообще очень громко. Я сделал еще погромче, чтобы вообще, нахуй, оглохнуть. И че этой... это яд который делать из мертвых живых типа здравствуйте зла и шелшек паралитический газ джо лазарет но дата это ни к чему потому что с чего не папе возвращайся скорее что за хрень джо лазарет джо лазарет джо лазарет джо лазарет четвертым мышка то что он там появляется мне не нравится я могу на геймпаде ну ка там же было в начале али пробел джо лазарет все равно это мышка надеюсь ладно нету разницы ой извиняюсь будем играть на мыши клави так проще так удобнее это что она здесь то она не появляется а только там возможно возможно порой надо будет выбирать что графон потрясающе ну в смысле это же потрясающе выглядит да прикольно прикольно так так привет чарли как отдыхается да выпустите меня отсюда что там творится вроде самолет и выстрелы я тоже я еще видел труп что лазарете что то не так давай выбираться самолет выстрелы о че тут у нас галптвахта 27 неделя понедельник артож миллер мелкая кража так одни сутки у 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 Одни сутки карцера Обнаружен в нетрезвом состоянии Увольнение на берег Так, своим поведением Порочит звание американского военнослужащего Роберт Рид Пребывание в нетрезвом состоянии В общественном месте Одни сутки карцера Обнаружен в нетрезвом состоянии То есть одно и то же было написано А, типа Их двое? Но тут он один Это что, кровь? Ладно Ладно Так Ридовой Чарльз Андерсон находится в увольнении Пребывал в нетрезвом состоянии И своим поведением Прочитывание американского военнослужащего Ридовой Андерсон Сосовпена ссора с другим военнослужащим По мнению офицера Предыдущий арест Ссора могла перерести в публичный драб И потом был приняты меры Возвращения военнослужащего Коробка Так, ага Короче Тут 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 Два Должно было быть Сейф закрыт А че ты дергаешь, дебил? Там же че-то надо сделать Ладно Ай, сапать ее назад Че-то как-то башкой Вертит Подозрительно Так Так Ну ладно Ну я бы бумажник его проверил А-а-а Под кожу смотрели Странно А этот все стоит и ждет Спокойно? Так Пульса С Тебе Так 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 Добро пожаловать Да в кому он там стреляет? Кто это? В смысле, кто это? Что, это было? Звук очень громкий Нет Эй, Чарли, сюда О, блять Твою мать Не говори Какое-то безумие Ебаный, ты врать Подожди, а там где? А я, а я не могу пройти Э, блять А там где ком-то с пацаном Могло мне за мелким уебаном идти, наверное Господи И еще покойник А, да ладно Пакли Я недавно видел его в столовой Он был здоров, как бык Вот бедняга Че, у него сердце прихватило? Так, сюда я не могу пойти Я думал, я тот чел Камера сделана так, будто Кто-то наблюдает Так, нет, постой Слушай Тут зеленый газ Хочу спросить Ты сейчас не чувствуешь Ничего странного? Я, по-твоему, люблю Потребаться о своих чувствах Ты похож на ходячую развалину, Чарли Жди, а там че у нас было? Я что, я щас не могу вернуться назад? А, вот Так, здесь этот туман А здесь у нас что? Жопа По-любому там, если бы за пацаном пошел Что-то было бы Наверное, бы пацана это увидел И уже пизда бы мне настало сразу Раз Блядь Эй, Чар! Видишь там, пацана? Эээээ... Нет Ты в порядке? Так Чарли, иди сюда. Пошли, пошли, пошли! Ставли-ка! Так, сейчас по-любому будут целиться, стрелять. Не зря меня учили драться. Прицеливаться. Эй, иди сюда. Где Чарли-то, блядь? Только не это. Чарли! Чарли! Я прям слышал, как он сзади меня пробежал. Так. Продолжение следует... Охуеть. Сос, помогите! Есть там кто-нибудь? Где все? Меня кто-нибудь слышит? А ну давай же! Давай же, черт возьми! Это что за хрень? Что там за хрень? Что там за хрень? Нихуя мозг какой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Типа так показано, как будто он есть злодей какой-то. Это вы. Приветствую. В моем хранилище. Так, он, наверное, рассказчик. Я хранитель. Хранитель историй. История любви и злобе, жадности и красоте, жизни и смерти. Таких историй, как эта. Я здесь, чтобы записать то, что вы расскажете. Эта история еще не дописана. И ваши действия определят ее финал. Вам решать, будут ли жить те, с кем вы столкнетесь, или же их жизни угаснут. Безвременно. Мы принимаем решения, руководствуясь своим моральным компасом. И с этими решениями мы живем, или умираем из-за них. Но не стоит бояться смерти. Она ведь неизбежна. Такова плата за прожитую жизнь. Рано или поздно ее отдает каждый. Но никому не хочется платить раньше срока. Правда? Конечно. Как и в жизни, у действий будут последствия. Ваш выбор непременно будет влиять на душе. Ты чем-то похож на Т-1000. Я буду наблюдать за вашими успехами. Не вмешиваться нет, но если попросите, смогу давать вам подсказки. Нашидкого термината вот. В этом мире есть картины, которые покажут вам возможное решение. Сумейте найти и изучить их, и они помогут вам принять лучшее решение. Или точнее решение, которое приведет к нужному вам результату. Я прощаюсь, но скоро мы встретимся снова. У нас будет возможность обсудить ваши выдающиеся достижения или ошибки, которые вы совершите. Так, часть первая, да, пошла. Брэд, брат Александр, невинность, остроумие. Алекс, брат Брэд, молодой человек, Джулия, неуверенность. Думаешь, хватит? Если не хватит, вызовем подкрепление. Слушай, я... Я там еще ни разу не был. Черт. В океане. Не нырял. Ты мог бы показать, как это делается? Ты серьезно? Ну, да. В смысле, ты серьезно не взял ни одного урока по дайвингу? Ну, в общем, да. Так. Я хотел, но не вышло. Времени не было, я все лето работал. А, понятно, понятно. Эй, ты че? Ты хоть знаешь, сколько эта камера стоила? Брата, полегче. Что? Джулия и Конрад, они... Ну, это, как сказать, капец богатые. И? Париться из-за мелочей не круто. Не хочу жалеть, что взял тебя. Слушай, ты же знаешь, я... Я тяжело с людьми схожусь. Все, ладно. Проехали. Брэн. Ты здесь не потому, что... Ты мой брат, да? То есть, ты мой брат. Но... Мы приятели, понимаешь? Типа... Мы здесь расслабляемся. Тусим. Кайф. Что ты такое несешь? Давай просто получать удовольствие. Так, амиго. Встречай-ка, Валерию. Круто. Сидися, что ли, брата? Ты не можешь, что, сражался, просто... Учеба в Миде сплошной стресс. Да неужели? И еще мы давно не виделись с Джулией. Сам понимаешь. Да, понимаю. Тяжело тебе. Все нормально. А? Да. Кто б сомневался. Что? Конрад боится, что пива не хватит. А-а-а. Это, пожалуй, лучше куда-нибудь припрятать. Точно. Пошли не блины. Ну-ка. С Алексом что-то там поднялась полосочка. Энтузиаст, тревога, остроумие, правдивость, сострадание, невинность. Эти закрытые. Правдивость, остроумие, тревога, энтузиазм. Брэд. Помощь Алексу подготовиться. Хорошо. Эй. Слушай. Можно тебя кое о чем спросить? Что такое? Ну, просто я тут пытаюсь принять одно важное решение. Не просите мединститут? Нет, но... Ну... Это тоже очень важный вопрос, понимаешь? Сложно сделать правильный выбор. Слушай, сердце. Любишь? Вперед. Привет! Джулия, сестра Конрада, девушка Алексея безрассудная. Так, Конрад, брат Джулия, спокойствие. Ты, 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 чё? Чувак. Эшмарт, да, там какой-то? О, пардон. Конни, это Алекс. Привет. Чё, как, Донрад? Берегись, сестрёнка. Здесь дамский угодник. Ну, отозвучка мне у него очень. Это, кстати, Брэд. Братишка. Привет. Брэдли! Мы будто знакомы, я столько о тебе слышала. То есть, в сериале Килл Джойс от Лос Фильма, там вот его хорошо озвучивать, мне нравится. Давай попиву, что ли? Каждую секунду. Так, ну я ещё играю за бредом. О-о-о. Знаешь, если честно, я немного побаиваюсь морской болезни. Брэд. Брэдли. Рэй Брэдлбери. От морской болезни лекарство одно, и оно перед тобой. Ладно, одну, не больше. Ты, брат, птица высокого помёта. Полёт? Не занудствуй. Он уже погружался? Ну, вообще нет. Ну, по нему видно, Бреттон такой. Эй, это будет не больно. Обещаю. И я буду нежен. И где капитан этого корыта? Флис, капитан. Duke of Mill. Так, смелость, нетерпение, смелость. Предложила бы вам располагаться как дома, но вижу... Нетерпеливая и смелая. Все на борту и готовы отправляться в море? Ну, если ты предлагаешь... Не держи в себе. Ага. Ты, может, хочешь прилечь? Да. Пожалуй, надо бы. Да уж. Может быть, вот здесь? Далековато от курса. Я думал про запасные точки, если на камере ничего не окажется. Я раньше не слышала про Рэг, который вы ищете. Обычно в таких местах полно дайверов. Да. Этот не такой. Просто если будет поздно, можете в других местах погрузиться. Я знаю. Крутые точки. О, теперь за это, да? Брэд все рассчитал. Если он говорит, что Рэг там, он там. Нет, ну, решать тебе. Но знай, вечно солнце светить не будет. Пойду помогу Конраду и Джулии с камерой. Что у вас? Брата бы тварь проверил. Вы только полюбуйтесь. В самолет. Выходит, Брэд, все правильно рассчитал. Я в нем не сомневался. Я думал, мыщем корабль. Он молодец. Здорово помог. Лиз, мы нашли самолет. Да? Да, времен Второй мировой. Мы готовы нырять. По правилам мы должны сообщить о нем портовым властям. Он не зарегистрирован. Ага, по правилам. Точно не хотите сделать все по закону? Так. То есть, ты предлагаешь не погружаться? Полагается. Мы что, в детском саду? Я предупредила. Да если мы просто посмотрим. Кто узнает? Ладно. Только давайте быстро. И ничего там не трогайте. Ну а что, не дождусь, когда можно будет нырнуть. Я буду первой. Представляете? Еще немного и можно будет вас запускать. Я подготовлю баллоны. Парни осмотрят снаряжение. Ты проверь камеру, вдруг увидишь что-то полезное. Окей. Эй. Эй. Проверь, как там твой брат. Эй. Проверь, как там твой брат. Никого на хер не видно. Так. В хвосте есть небольшая дыра. Посмотри. Продолжаем. Это у них музыка играет, я думаю, блин, где-то на улице что-ли. Так, все по кругу, да, пошли? Вот эта дыра в хвосте. Понятно. Снаряжение почти готово. Слушай, спасибо еще раз за крутую снарягу. Качество тут решает. Ага. Что? Ты же понимаешь, что мой банковский счет не соревнуется в размерах с твоим членом. Я просто хочу, чтобы мы вносили равный вклад в отношения финансовый. Алекс, это очень мило, но твой вклад не в этом. Деньги ерунда. Сейчас мы можем тратить их на отдых. Не усложняй. Должна сказать, я пока не в восторге от нашего капитана. Я понимаю тебя. Но давай не гнать волну. Что? Брось. Не стоит сейчас с ней ссориться. Если еще хоть раз она заговорит о том, что нам не следует нырять, все. Ей конец. Как хочешь. Только не провоцируй ее. Ладно. Я пока займусь репризерами, а потом мы вместе завершим подготовку. Окей. Скажи, когда будешь готова. Так. Привет. У нас тут правила не просто так придумывают. Вам стоило бы об этом помнить. Да. Ты прости, что так вышло. Все немного на взводе. Просто мы давно уже планировали эту поездку. Понимаю. Но есть же правила. И законы, и обычаи. В этих правилах нет ни одного случайного пункта. Сколько на твоем счету погружений такого рода? Достаточно А если в цифрах? Правила успел выучить Что-то сомневаюсь В конце концов, это может быть солдатская могила Тревожить ее незаконно и аморально Красиво, в сокомерии Он сокомерная падла Ладно, я все понял Сколько? Что сколько? Сколько тебе надо заплатить, чтобы ты закрыла на это глаза? Ты? Да при чем тут деньги? Знаешь что? Я вас не держу Просто соблюдайте там правила И постарайтесь, пожалуйста, не подставлять мою задницу Ты пошла ты Кто-то не знал, какой-нибудь тварь, да? Так Фелистий Дубуа Фелистий Дубуа Вес Рост Занятие по повышению саквалангового совершения федерации саквалангистов Действительным до 31-12 Что-то тут не то Мальчики, баллоны готовы? Баллоны готовы? Все Ну, здесь музыка все-таки играла Так, там что у нас? Закрытие, да? Похоже, Джулия взяла с собой все Если бы не цена, запах и запах То она счастлива Хуня, когда нет книги Че, как? Как дела? Извини, это пиво меня подкосило Эй Все это часть приключения Извини, что путаюсь под ногами Да ладно тебе Эту поездку не так просто испортить Отдохни пока Вылезай, как полегчает А сам-то она недоволен Бразь Как быстрее О, 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 о Не, 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 назад Цукол правления неудобна кто это вообще такое так очкарик встал и посмотрел странно в общем это ребриз он гораздо круче обычного акваланга он берет весь углекислый газ который ты обычно выдыхаешь воду и быстро рециркулирует его и он снижает время декомпрессии при подъеме классная штука и так кислород проверила и полегче торопыга сперва кислород проверь а ты хороша я бы взял тебя под воду алё ты вообще-то про мою сестру говоришь да ты что ну ладно рыбки ныряйте а я посмотрю чем занята флис веди себя хорошо так ты с камерой я за главного давай сначала сфоткаемся ну ты блять и улыбка у тебя натянутая прям можно нырять то есть вы не забывайте о правилах пожалуйста только бы флис не испортила поездку ей надо вспомнить кто подписывает чеки и очень большие чеки могла бы немножко проще относиться к правилам так а я дубинку не взял хотя под водой зачем мне в принципе дубинка эй все норм более-менее я вижу я воду жалко что флис зануда а что сейчас акулы нападут а я дубинку не взял можно было дубинку в челюсть вставить из-за одной вещицы никто не стоит блять сейчас ногу откусят нахуй я никому не скажу но в рамках проверяют каждый день вон силуэт это он ух ты а он гораздо больше чем я думала чёрт ещё и не тронутый это же охренеть какая находка давай поплаваем поищем вход ну капитан как насчёт пьем ты со старпомом с кем с каких пор ты старпом молотвом пылки юнга всё равно нет твой щедрый красавчик клиент просит тебя составить ему компанию за бутылочка ледяного пива так ну ладно давай чем бы и нет можно и расслабиться кресло заебало красивый у тебя корабль где деньги взяла а ты в курсе что невежливо спрашивать девушку о деньгах есть такое я просто сам подумал яхту купить думал может ты расскажешь мне что да как если что буду счастлива помочь тебе расстаться с любыми суммами знаешь что я лучше позабочусь чтоб дюков милан вел себя хорошо да капитан так погода ясная надо приглядывать за облаками становится довольно людно так а А зачем ты его убираешь-то? Ну-ка. А, в этой нет никаких видений, да? Ты посмотри, тут вторая картина. Зачем я их тут держу? Так. Я так понял, Конрад на лодке, да, будет? Черт. Так. Как ты тут? Мучаюсь из-за пива. Чувствую себя лузером. Эй, ты же в отпуске. Можно расслабиться? Я открываю общество трезвости. Буду там один с пожизненным билетом. Надеюсь, нашим голубкам нравится под водой. Что знаешь об этих обломках? Только слухи. И теории. Я решил проверить, есть ли тут что-то на самом деле. Как ты увлекся Второй мировой? В школе всякое читал. Узнал, что дед служил на флоте, имеет награды. Вот и захотел узнать, как это было. Типа того. Так. Неужели по рассказам о Второй мировой можно находить места для дайвинга? Да. Когда они начали погружаться на реки, я понял, что могу быть им полезен. Я много знал о маршрутах самолетов, путях снабжения. Я соотношу факты. Алекс и Джулия погружались сто раз. Но ты понимаешь, находить самолеты круче. Пора на палубу. Увидимся. А, есть что у нас? Да. На что-то, уважаемые визиты, было настоящее время, что вы не выполняете обязательства по внесению регулярных протяжей по вашему личному кредиту. Остаток кредита составляет 25 кс. Из них будет внесены 1 августа. Кунтаж просрочен с этой датой, многочисленные запросы. Запряжение. Остались без ответа. Если мы не получим указанную сумму к 30 августа, нам придется начать процесс обращения взыскания на предмет залога, а именно на судно под названием Duke of Milo. Прошу отреагировать искренне ваш, Шар Серенгланд. Главный бухгалтер. Бля, так вот в чем дело. Поэтому она права убрала, чтобы типа... Так. Так. У нас непрошенные гости. Ни слова. Говорить буду я. Как думаешь, что им надо? Может это рыбаки? Может это их буй? Так. Держи. Может пиво привезли? Блять, что за хуйня? У меня мышь там исчезла. Че им нужно? Это не береговая охрана. Значит мы не арестованы. Эй, туда нельзя. Вы что вообще делаете? Вы нам лодку повредили. Видели? Посмотрите. Мы можем это легко уладить. Не волнуйся. Что скажешь? Баксов 10 хватит? О, понял, виноват. Пусть будет 20. Ой, ну блин, хочешь сказать 30? Можно и 30? Да. А мы... Вижу с вами не поторгуешься. Лады. Вот, держите. Я иду ва-банк. Че, их в воду бросает? Так. Конрад сказал, на одном из кадров виден проход. Конрад? Правда? Правда. Задняя турель. Молодец, Конни. Турель. Мы пролезем здесь. Во-во-во. Эй, осторожно. Тут опасно. Пропустишь даму? Так, теперь играю за Чувиху, да? Минутку, я хочу сказать. А? Иги, Аликс, ну мы крутые. Мы это сделали. Еще одна картина. Так, я что-то хероватая. Что это? Не везет на подъем. Уверен, не везет. Но иги. Ну, иги. Жюлия, стой! Тебе придется снять всю снарягу. Не надо. Там очень тесно. А вдруг ты застрянешь без ребризера? Ах... Так, она ебанутая. Не обламывай мне кайф, все хорошо. Кайф? Серьезно? Я просто беспокоюсь о тебе. Не бойся рискнуть. Она мне не нравится, пусть дохнет. Что за жуткая мразь? Блядь. Если совершишь ошибку, это конец. У нас всего один шанс. Я знаю, что делаю. Обойдусь без тебя. Да вы дохуя раз погружались, конечно, хуя. Область поиска 1. Чисто. 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 Зависся на самолет спасательный. Вылетел с американской базы. Все, на полет. Летел на помощь кораблю. О, так это, наверное, тот, который это. Вначале, в прологе. Типа, я слышал самолет. Типа, потом стреляли. Потом его, видать, сбили. То есть, его сбили с корабля? Следы пуль? По всему фюзеляжу. Ну, один секрет. Брэд обалдеет, когда это увидит. Посмотри. Бомбодержатели переделали под шлюпки. Интересно. Одной шлюпки не хватает. Кто-то уплыл. Посмотрим, что еще тут осталось. О, боже. Он что-то держит. Как у них кости-то держит? Что тут у нас? Ого. Какого черта тут случилось? Мне кажется, они знали, что им конец. О, блядь. О, блядь. Нож сломан. Ну, с бездолезом только качается. О, блядь! ебаный пилот наверно в авиакатастрофе мне бы умереть не хотелось а вот эти долбоёбы да подплыли это как же там срочно темнота акула здесь акула ну иди сюда темно-перая серая акула мы ей не интересны поплыли что решим нож проевали это подходящий момент но я был в этом до конца уверен но и откладывать не хочу все-таки под водой так и не поймешь но я на коленях джулия выйдешь за меня прикалываешься что типа тут скрытая камера под водой все выходить уже вас раскрыли джулия я серьезно да алекс вау прямо сказка какая-то с каким концом да да конечно я за тебя выйду все акулы их сожрет против к чёрт возьми я за тебя выйду поднимаемся ждите стой джулия плановая декомпрессия что за хрень нам надо подниматься стой плановая декомпрессия чёрт ну ладно без нее нельзя это если по воспоминанию да типа и там что-то хреново потом стало еще несколько секунд все можно давай давай что здесь такое ничего такого все уже нормально произошел небольшой случай нашим барбекю боже а мы думали яхта взорвалась так а что там за лодка была рыбаки проплывали мимо и зацепились за трос не важно пустяки вы лучше скажите чё-нибудь нашли ну мы нашли самолет и он гигантский там столько всего господи хватит вы можете все на секунду заткнуться охренеть а ну братан поздравляю это круто сейчас будем праздновать а знакомитесь с нашими искателями приключений алекс и его младший брат брэд плавают с крупной рыбой как бы их тут не сожрали и джулия любовь всей жизни алекса а он ее любовь а конрад храбрый парень не так ли или может быть самоуверен да от морозок больной сильная решительная упрямая вруха на нее не действуют чары конрада по крайней мере пока будьте уверены вы помогли им принять решение которые еще порадуют прекрасно 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 так ну я думаю на первая часть на этом будет окончена так что да давай жму на паузу сегодня счастлива и хорошего смотрите только хорошие кто мы 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 и мы и